Вот уж никогда не мог подумать, что мне придется еще раз поднимать на канале тему первого китайского премтанка в игре Тайпа 59, хотя история у него в этом проекте довольно богатая. Впервые он появился на наших экранах в конце 2015 года, когда еще в игре был баланс плюс-минус 2. Он имел льготный уровень боев и фармил отвратительно. Затем в 2016, когда разницу в уровне сократили, ему накинули фарма за то, что он потерял свой льготный уровень и акции китайца резко возросли, так как за 2500 урона он спокойно вывозил до 100к серебра чистыми при условии использования прем аккаунта. Но, спустя уже почти 3 года про него забыли. Случилась куча изменений в игре, сменилась оборудка, добавились бустеры, короче, считая это блиц после глобального потепления и массовой истерии. Как вдруг, бах, и Wargaming вводит ивент, где главной наградой является именно тот самый Тайп 59. Многие тут же пошли смотреть видосы и задавать вопрос ему, хороший ли танк. Я с уверенностью отвечал, что насрать, какой он, главное, что фармит почти как Лёва, и говорил я это до тех пор, пока недавно не поиграл на нем и понял, что благодаря каким-то непонятным факторам Тайп стал выводить в разы меньше, нежели 3 года назад. Повторюсь, если раньше за 2500 плюс урона он пополнял запас серебра почти на 100 тысяч без бустеров, то теперь, дай бог, эта цифра дойдет до 70000. То есть Тайп вернулся на прежний уровень фарма, какой был до апа. Вопрос. Что стало с Тайпом за 2 года? А. Бог дал, бог взял. Б. Было да сплыло. С. Бабка надвое сказала. Д. Жалеть о прошлом – дело рачье. Все вместе? Утверждать ничего не буду, но по факту Тайп потерял то, что ему накинули при вводе уровня боев, и более он не представляет интереса. Что говорить о прем-танке, пробитие которого составляет 181 миллиметр на восьмом уровне. С таким пробитием, если стрелять в кучу говна, даже брызги бы не полетели. Как фармить внизу списка, если танк не способен ничего выстрелить, кроме... Броня не пробита. Попадание. Броня не пробита. Броня не пробита. Броня не пробита. Броня не пробита. Когда я встречаю подобные танки, то в голове постоянно стучит мысль. А чем руководствуется Wargamer, выпуская это в рандом? Что мешает накинуть коэффициент фарма, зная, что игрокам приходится половину боя стрелять голдой? Этот процесс и без того унылый, будто ты по-настоящему находишься на разработке серебряной жилы. Помимо пробитий, дико раздражает точность и скорость сведения. Даже у советских премиумных аналогов и то более комфортное орудие в этом плане, что реально ставит в тупик. Ведь точность единственная палочка-выручалочка, которая позволяет экономить голдовые снаряды. Серьезно. Играя на тайпе, ощущаешь себя главным по решению проблем с непробитиями. При этом запертым в комнате с оголодавшим Рикардо Милосом. 7,27 выстрелов в минуту с альфой в 280 дают вам ДПМ равным 2000 с небольшими копейками. Рили хуже СТ сложно придумать. Разве что только Т-34-3. Окей, теперь переходим к броне. Если раньше броня хоть как-то компенсировала его основные недостатки, то теперь в современном рандоме оно выглядит словно выскобленное из дерева каноя. Человеком, впервые увидевшим долотой стамеску. Это что за дыры в зонах? Неужели нельзя было правильно натянуть зоны? Ну или хотя бы за три года их поправить? Танкануть на тайпе вы сможете разве что танки 7 уровня. Ну или 8, имеющих пробитие до 170 мм и то башни. С момента ввода добавлялась хреново куча новой техники. Апнулись ТТ и поверьте, теперь тайпу совсем приходится не сладко. 100 мм во лбу, 80 по бортам и 45 в корме это совсем ни о чем для СТ, которая выдает из косого орудия со всеми плюшками 2К урона. Да, есть ликошетная башня с 200 мм во лбу, но в ней столько дыр, что где-то в сторонке нервно курит килограмм пашихонского сыра. Нет, с таким танком ни в пизду, ни в красную армию. Более того, не стоит забывать про его слабые модули. Хоть и мы апнули ХП, но китаец все равно продолжает часто гореть, терять мехвода и торговать своей слабой, как воля наркомана, боеукладкой, которая рвется любым классом техники. Осталось рассмотреть подвижность. По сравнению с Тайпом двухлетней давности, который двигался чуть быстрее передвижения тела эпилепсика во время приступа, с новой оборудкой, со всеми плюшками, современный Тайп стал реально намного маневреннее. Уж поверьте мне, максималка 56 км в час, которую он все-таки набирает, правда у Респа противника, делает его похожим на СТ, который несет какую-никакую броню. Но все это не вытягивает китайца за горизонт говна, и дело далеко не в его технических характеристиках, а в фарме, который магическим способом испарился. Из-за него игроки были готовы терпеть любые фокусы, которые вытворял танк, и теперь его нет. Так почему бы тогда его не раздать на халяву? Как говорится, на халяву и мистер пропер лимонад. Мистер пропер веселей! Просто жаль легенду, был лучшим фармером в свое время. На этой ноте я заканчиваю обзор. Если понравился ролик, поддержи лайком. Ну а пока... Нет, не пока. Посмотрите прекрасный бой со стуженной концовкой. Поехали. Ухранение пробита. Ухранение пробита. Ухранение пробита. Ухранение пробита. Пробил. Усеница сбита. Остаряжение невозможно. Готов. Усеница восстановлена. Можно ехать. Готов. Пробили. Пробил. Готов. 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 Пробил. Противливающий тур. Продолжение следует...